Всем привет! Меня зовут Стёпа, я из города Краснодар, и на данный момент я обучаюсь в Гуанси-Шифандаще, провинция Гуанси, город Гуйлин. На данный момент я являюсь студентом третьего курса факультета китайского языка. В нашем универе есть три кампуса, и сегодня я хочу показать вам один из них, собственно, в котором я и живу. Итак, начинаем мы нашу экскурсию с западных ворот Симэн. Первым делом мы видим это общежитие для школьников, а также их учебные здания с этой стороны. Обучение школьников в Китае проходит не так, как в России, то есть студенты также переезжают в кампус, заселяются в общежитие и ходят на занятия, и иногда по выходным или во время каникул они могут выезжать и встречаться со своими родителями. Отдельное место в Китае занимает Куайди, это службы доставки. На нашем кампусе их несколько, и сейчас я хочу показать вам самую крупную из них. Цхайняо является одной из самых крупных доставочных компаний по всему Китаю, поэтому после заказа в течение нескольких дней мы приходим сюда и забираем наши посылки, или как их называют в Китае Куайди. Сейчас мы находимся в здании, где располагается наше общежитие, некоторые офисы и классные комнаты. Пойдемте и посмотрим их вместе. В нашем кампусе есть две столовых, одна для учащихся школы и другая для студентов. За прошлое лето нашу столовую отремонтировали, поэтому пойдемте посмотрим, как обстоят дела внутри. В нашей столовой довольно большой выбор разной еды, поэтому если между уроками у нас недостаточно времени идти за территорию где-то перекусить, прийти сюда это самое идеальное решение. Следующая локация на пути это наша библиотека. До этого в одном из своих роликов в инстаграме я уже вам рассказывал об одной самой крупной библиотеке на юге Китая, которая находится в нашем университете, только в другом кампусе. Конкретно эта библиотека находится в кампусе Юцхай, в котором я живу. А сейчас давайте отправимся вместе внутрь и посмотрим, как там обстоят дела. По своему опыту я еще не ходил в библиотеку, точнее я был здесь только один раз, когда еще не мог сканировать лицо, поэтому я не знаю, пропустят ли нас сейчас, но я на это очень надеюсь. Также здесь нужно быть очень тихими, так как все-таки это библиотека. Лицо не отсканировалось, но добрый дяденька нас решил пропустить, поэтому пойдемте и посмотрим, что же есть в этой библиотеке. Так как мы находимся на юге Китая, температура здесь позволяет круглый год иметь открытое пространство внутри помещения. Просто посмотрите на это. В связи с тем, что в китайских общежитиях очень мало пространства, большую часть времени китайские студенты проводят именно в библиотеках. Поэтому мы решили им не мешать и пойти посмотреть следующую локацию. Так, выходя из библиотеки, мы можем видеть учебное здание для студентов, которые учатся на факультете электронной коммерции. И с этой стороны также мы видим небольшое футбольное поле. И сейчас мы отправимся с вами на следующую локацию, я покажу вам наш огромный стадион. Сейчас мы находимся на самом большом стадионе в нашем кампусе. Здесь постоянно проходят различные соревнования, а также каждый день сюда приходят студенты, бабушки, дедушки, дети, чтобы позаниматься спортом. Мы начинали нашу экскурсию с западных ворот и уже дошли до южных. Здесь также находится большое количество общежитий и различных учебных зданий, в которых мы не обучаемся, потому что это зависит от вашего факультета. Спасибо вам большое за то, что вы досмотрели это видео до конца. Напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего или чего-то не хватило, и мы можем рассказать вам об этом в следующем видео. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий, поставить колокольчик. И всем спасибо, пока!